Прича в Евангелии от Матвея о том, как некий человек, владелец винограда, нанимал работников. Помните эту притчу? Про виноградаре, да. Сколько раз он выходил? Трижды. Трижды он выходил нанимать работников. Теперь проверим, сколько же он раз выходил нанимать. Считайте. Ибо Царство Небесное, я же говорю, не читайте, а считайте. Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. И договорился с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Выходя около третьего часа, он увидел других стоящих на тот же щепраздном. Я сказал им, идите вы виноградник, что следовало будет, дам вам. Они пошли. И опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. И наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих в праздник. И говорит им, что вы стоите здесь целый день праздник. А, пять все-таки, да, чуть-чуть поболее. Пять раз. Время тоже очень примечательно. Вы представляете, в каком часу он, собственно говоря, выходил их нанимать? Итак, выйдя около третьего часа, он увидел других стоящих на тот же щепраздном. Ночью. Итак, и договорившись с работниками по наниманию людей, он послал их в виноградник. Вышел рано поутру. Вышел рано поутру. А второй раз он выходит, то есть первый раз он выходит рано. Второй раз в три часа, часов в девять или в девять? Еще раз. Когда приблизительно заканчивается день? По нашему времени. Это нуль часов. Это ноль часов. Потом идет двенадцать часов, чего? Ночь. Это до шесть часов утра, это рано. Потом идет первый час дня, второй, третий и так. Значит, когда он вышел в три, это было на самом деле? Когда он вышел в шесть, это на самом деле было? Когда он вышел дальше, когда? Третьего? Около шестого и девятого. Три, шесть, девять. Это уже сколько у нас? Пятнадцать. По нашему времени, и потом он вышел. Понятно, да? Ну, не до захода солнца до конца дня. Не до захода солнца до конца дня. День заканчивался, в шесть часов наступала ночь, но при этом могло быть светло. Я понимаю, что есть тема поспорить. Скажите мне, пожалуйста, конец дня, когда наступает? А всегда ли в шесть часов садится солнце? Учитывая еврейскую культуру, они жили не по солнцу. С восходом чего? Или наступлением ночи? Наступлением темноты или восходом первой звезды? Так вы же говорили, что с наступлением темноты. Итак, звезда или темнота? Понятно, да? Еще раз. Только медленно. У евреев с часами было все нормально. У евреев с часами было все хорошо. И у них наступал конец дня в шесть часов. И это не обязательно должна была быть ночь. Или наступление темноты. В принципе, как и сейчас у нас. Они по часам понимали. То есть, не двенадцать ли часов, где? Во дне. Все нормально. У них во дне было двенадцать часов. А не с рассвета до заката. Сколько получится, столько и хорошо. И у них такой плавающий день именно. Безразмерный. Двенадцать часов во дне. Все хорошо. У них все хорошо. А шаббат наступал с наступлением восхода первой звезды. Окей. Здесь мы разобрались? Итак, это вышли рано и работали, судя по всему, где-то близко к двенадцати часам. Эти, соответственно, на три часа меньше, эти на шесть часов меньше, эти на девять часов меньше, а эти на одиннадцать часов работали меньше. Эти ко всему еще, судя по всему, вот эти, были брыхунами. Брыхунами. Ну, говорили неправду. Первые, это отдельные ребята. Первые были борцы за справедливость. Причем, я прошу прощения, они что, говорили неправду? Да, последние говорят, слушай, а он их спрашивает, а вы что здесь стоите? Говорит, никто вот целый день стоит, никто никого не нанимает. Он, правда, пришел, я пришел, говорю, какой раз по счету? Пятый. Даже не третий. Он пять раз приходил, и, судя по всему, ему работники были нужны? Нужны. Забирал он всех, судя по всему? Или именно приходил, смотрел, вот этих брал, а этих оставлял? Выйдя около стоящих, он увидел других. То есть, до этого у них, я прошу прощения, шо? Не увидел, их-то не было. И им сказал, идите вы в виноградник. Опять, выйдя около шестого и девятого, сделал шо? Тоже он увидел, шо еще там кто-то, а, значит, других он просто шо? Не видел. Он до этого их не видел. Ну, может, у него было плохо со зрением, я не знаю. Ну, последнее, этих он не спрашивал. То есть, тех, которые были в три, в шесть и в девять, ну, не написано, что он их спрашивал. А вот, наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздновать и говорит им, шо вы стоите здесь целый день праздновать? Он их спрашивает, шо вы стоите целый день. Они говорят, никто не нанял нас. Другими словами, они его тоже не видели. Понятно, да? Ну, судя по всему, их там просто не было. Я так думаю. Ну, он же их не видел. Их не было. Я же сказал, они брахуны. Так я же говорю, что он, ну, они были брахуны. Он их не видел, потому что их там шо? Ну, я же думаю, что у него с глазами было хорошо. Он же приходил искать, и кого видел, тех шо? Брал, нанимал. А этих спрашивают, слушайте, пацаны, а что вы здесь стоите целый день? Он говорит, целый день стоим, точно подметил. Никто не нанял. Нет, он их спросил. А они согласились. Я думаю, что сказали неправду. Да. Да. Ну, в всяком случае, понятно, да? Диспозиция понятна? Временная. Кто сколько трудился, понятно? Отлично. Когда наступил вечер, говорит господин виноградников, правителю своему, позови работников и дай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около 11-го часа получили по динарию. Пришедшие первые думали, что они получат. Больше. Но они получили по динарию. И получив стали, что делать? На хозяина. И как говорили, эти последние работали сколько? Час. У нас по календарю и по часам получается? Час. А ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Но они же перенесли тягость дня и даже зной. Он же ответ сказал одному из них. Друг, я не обижаю тебя. Не за динарию ли ты договорился со мной? Возьми свои и пойди. Я хочу дать. Ну, послушайте. Он говорил правду. Вот этот парень, он был хорошим работником. Он первым стоял рано утром на торжестве? Первым. Он думал о том, что ему нужно трудиться рано утром, чтобы заработать. Он пришел первым. Эти немножко дольше спали. Ну и дальше понятно. Эти вообще неизвестно где были. И что они делали? Там в 11 часов. Я думаю, что они ждали вот этих, чтобы провести за их счет время. Ну, а что туда приопираться в такое время? Ну, что туда приопираться в 11 часов? Ну, кто приходит на работу? А он их находит в это время. Тоже непонятно, что он туда пошел в такое время нанимать их. Но, во всяком случае, пошел. И эти говорят, послушай, ты поступил несправедлив. Я прошу прощения, а что он справедливо поступил? Еще раз. Справедливо ли он поступил, уравняв? Еще раз. Я задаю вопрос. Еще раз. Внимание, вопрос. Справедливо ли он поступил? Уравняв их в деньгах. По отношению к кому? По отношению этих к вот этим. Нет, поступил несправедлив. По отношению к кому? Как первым или к вторым? По вторым. Он их уравнял. И тем самым не справедлив. Благодать не справедлива. Спасибо большое. Благодать и милость, они несправедливы. Они превозносятся. Превозносится. Справедливость – понятие суда. Еще раз, только медленно. Справедливость – это понятие суда. Мера за меру. Мера за меру – это суд. Это справедливо. Прощение, милость, благодать по своей сути превозносятца. Они выше, лучше суда. Поэтому он поступил с ними по милости, а не по справедливости. Разницу чувствую? Он поступил по отношению к этим не справедливо, а по милости. А вот эти сказали, послушай, ты несправедливо поступаешь по отношению к нам. Дай больше. А он говорит, подождите, мы с вами о чем договаривались? Что я вам дал? Говорит, потому что я добрый. Глаз у вас стал каким? Он говорит, я какой? Справедливый? Он говорит, я добрый. И здесь история не про рабов, а про господина, который был добрым. Он говорит, послушайте, вы не поверите, я добрый. Я не то, что несправедливый, я добрый. Я больше, чем справедливый. Я добрый. И я в своем, заметьте, в своем волен поступать, как я того желаю. Оно же не ваше, оно... Я в своем волен. А вы не имеете права мне в моем рассказывать, как я должен поступать относительно вас. И поэтому в Царстве Небесном нету уравниловки. И если я покаялся и умер, и наследовал спасение, а он перенес все тяготы дня, то он тоже наследовал спасение. И не потому, что он перенес все тяготы дня, а потому, что он добрый. И мы иногда говорим, послушайте, ребята, да я покаялся 328 лет назад, и я несу такое служение, страдаю на Ниве Божьей, а он его просто по благодати взял и возвысил и сравнял со мной. Что это такое вообще? Где справедливость? Он говорит, ты не понял, я добрый. Понятно, о чем идет речь? Здесь идет речь не о том, сколько мы и как мы именно подвязались, но говорит, а дело в том, что я так захотел, я добрый. И от того, что я добрый, ты не должен быть завистливым. Разница понятна, да? Отлично. Мило возвращаемся к жертвам. Вы же помните, о чем мы все время, да? Мы же все время про жертву. Итак, возвращаясь к жертвам, мы говорим о том, что без веры они не имеют никакого смысла. И в нашем случае жертва указывает, что она предназначена не для удовлетворения желания тому, к кому приближаются. Когда мы говорили о жертвах язычников, мы говорили о том, что жертва должна угодить кому? Еще раз. Божеству. Человек должен напрячься, понять, чего злобному божеству угождает, и принести ему то, что ему нужно, хотя оно ему и не нужно. Понятно, да? Но когда мы говорим об истинных жертвах, то мы приносим то, что необходимо нам, для нас, а не служит к нуждам Бога. Потому что Богу, извините, от нас ничего не нужно. У него все есть. У него все сложилось. Он ни в чем не нуждается. Он самодостаточный. И от нас, к счастью, не зависит. Было бы плохо, если бы он зависел от нас. И так, в нашем случае жертва указывает на то, что она не нужна ему, а нужна нам. Она нужна для удовлетворения желающего принести. И когда он отдаляет от себя то, что ему дорого, он приближается к тому, от кого он зависит. Когда он удаляет от себя или лишается тому, что ему было дорого, он приближается к тому, от кого он зависит. Помним, да, жертва указывает на что? На нашу зависимость. Так что наше представление о том, что она ему не нужна, скорее всего, таки были правильными. Жертва нужна, прежде всего, кому? Нам. Именно поэтому близость к Богу евреи считают высшим и может быть единственным достижимым благом на этой земле. Достижимым. Если мы будем читать Псалом 72, 28. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Что написано? А мне благо что делать? Это какой у нас перевод? Если у вас есть тигелин, есть у кого-то, посмотрите другой перевод. 73, 28. Есть, да? Что написано? Нашли? Нашли, нет? А я близость к Богу. А я близость к Богу. А я близость к Богу. Благо для меня. Сделал я Господа Богу убежищем своим, чтобы рассказать о всех деяниях твоих. Разницу не чувствуете? А я близость к Богу. Благо для меня. Не приближаться, а близость. Еще есть один перевод, где написано. Мне же близость к Богу блага. Сам процесс по себе прекрасен. Но без достижения конечного результата не имеет смысла. Еще раз. Сам процесс по себе прекрасен. Но без достижения конечного результата бессмыслен. Поэтому близость к Богу блага не процесс, а конечный результат. Итак, язычники смотрят на свое божество, как на мстительное создание, которое получает удовольствие от наших лишений, хотя в этом и не нуждается. И его, так сказать, справедливое желание наказать за проступок в случае достаточно высокой цены как бы удовлетворено. Да? Человек выступает в роли, которая пытается угодить. Понятно. Угождение, унижение, заискивание – это суть идолопоклонства. Угождение. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует. Приближение – благо для человека в общении с Творцом. Разница есть? Здесь нет ни унижения, ни заискивания, ни угождения. Совсем другие акценты. Бог не унижает человека, который к нему приближается. Бог выходит ему навстречу, ища с ним общение. И когда мы приносим наши жертвы для того, чтобы угодить ему, то мы встаем на путь язычников. Бог добрый. И солнце встает над добрыми и над злыми. Он благословляет человека не за то, что он ему принес, а потому что он добрый. Разницу чувствуете? Его природа благословляет. Не потому что мы именно принесли то, что ему надо, и он удовлетворил свое тщеславие. И поэтому, что он удовлетворил свое тщеславие, он снизошел для того, чтобы нам чего-то дать. Мы осознаем свою зависимость, но мы приходим по пути, данному нам. Нам не надо выдумывать, потому что заискивание, угождение, унижение – это путь, когда мы ощупью пытаемся что-то сделать, чтобы угодить. Мы точно не знаем, что нам нужно сделать. Мы точно не понимаем, но может быть вот это, а может быть еще вот это, а вот так может быть еще лучше. То есть мы изобретаем нечто, чтобы угодить. Бог говорит, есть путь, по которому ты можешь что делать? Приближаться ко мне, и в конечном пункте ты встретишься со мной и обретешь благо для себя. Разница понятна? К сожалению, мы иногда ходим к нему по этому пути. Вы только что упомянули язычество, я ей дал поклонство. Только вопрос, это одно и то же, но синонимы? Да. 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 Вы видите разницу? Я всегда так тоже считал, но слышал такое, что вроде бы это разные вещи. И по-моему, даже Борис Саулович считал, что у него какая пропасть была насчет эту тему. Вы знаете, мне очень тяжело. Как правило, когда я слышу, что говорил Борис Саулович, я на всякий случай у него выясняю. Потому что многие люди мне такое рассказывают, что он именно говорил. Поэтому я на всякий случай выясняю, точно ли он говорил это. В общем смысле, язычество мы можем охарактеризовать, как любое непоклонение истинному Богу. Если имеется в виду, что язычество поклонение множеству божеств, или идолопоклонство, это поклонение множеству божеств, что имеется в виду? Тут надо разобраться с терминологией. Потому что в общем смысле, с точки зрения некоторых религий, к примеру, мусульманство не будет являться язычеством, и не будет являться идолопоклонством. Поклонение идолам предусматривает поклонение множества богов. Когда мы говорим о монорелигиях, они уже не подпадают под разряд идолопоклоннических религий, монорелигий. Понятно, да, о чем я говорю? Да, когда один бог. Поэтому с точки зрения этой есть разница. В нашем случае, когда мы говорим, что все, что не подпадает под разряд поклонения истинному богу, для нас является, хотите язычеством, хотите идолопоклонством, хотите совмещайте, хотите разделяйте. То есть, как бы принципиально. Если для кого-то это имеет значение, то говоря о язычестве и идолопоклонстве, я, в общем-то, могу разделить эти два понятия, да? Но по-любому они не будут являться поклонением истинному богу. А мы проводим разницу между поклонением кому бы то ни было и поклонением истинному богу. Любая природа поклонения неистинному богу заключает в себе вот эти элементы. Природа поклонения истинному богу заключает в себе эти элементы. Разница? Понятно? Хотите уже, вот здесь, мы можем делить, да, на различные религии, смотреть, как, кому и где поклоняются, но принципиально будет всегда присутствовать вот эта модель. Унижение, заискивание и искание расположения. Изначально, когда мы говорили о природе поклонения неистинному богу, мы говорили, человек поклоняется для того, чтобы кому было хорошо? Себе, любимому. Чтобы внешние обстоятельства, они что сделали? Изменились. То есть он ищет своего. Когда мы здесь говорим, мы ищем общение. Разное. Понятно, да? Если принципиально провести разницу между язычеством и идолопоклонством, ну, легко. Ну, все равно, и то, и то, от этого не станет истинным. Поэтому в нашей теме я не разделяю эти два понятия. Если, ну, как бы, вводилась разница и разбиралась, что есть язычество, что есть идолопоклонство, вполне возможно, что есть там различия. Понятно, да? Потому что, в общем-то, хотим мы того или нет, некоторые вещи, на первый взгляд, кажущиеся, ну, не идолопоклонством, являются идолопоклонством. Потому что, ну, к примеру, социализм, это был культ поклонения неким идолам, которых было достаточно много. Понятно, да? Ответил? С моей точки зрения, в рассмотрении данного материала разницы нет. Но вообще есть. Поэтому, если Борис Луча имел в виду то, о чем я говорю выше, имело место. Но в нашем случае я не делаю такого различия. Дальше? Итак, когда мы смотрим на Него через жертвоприношение, мы смотрим на любящего Бога, который готов в любой момент даровать новую жизнь, новое начало и будущее. Еще раз. Когда мы смотрим на жертвоприношение, мы можем видеть новое начало и новую жизнь, а не смерть. Не убийство, а возрождение. Не лишение чего-то, что мне дорого, а получение новой возможности, новой жизни. Не лишение, а приобретение. Когда мы смотрим Синайский Завет, то мы видим принципиально другую концепцию в идее жертвоприношения. Не смерть и лишение, а жизнь и начало. Ого, как хорошо. Итак, когда мы говорили жертва, мы говорили, чего-то мы лишаемся. Что-то теряется. Да? Но когда мы говорим для себя о покаянии, то мы говорим начало. Мы говорим о возможности начать жизнь еще с чистого листа. Получить возможность начать жизнь с чистого листа или сначала. К сожалению, сегодня центром встает не вот это, а жертва. наше внимание сконцентрировано не на том. Не на том, что мы получаем, а на том, что мы якобы теряем. И если мы сконцентрированы на этом, то, соответственно, мы не получаем вот этого. Такой вопрос. Я сейчас вспомнил, там в Новом Звете есть такое местописание, что люди, которые познали истину и потом самопроизвольно грешат, то для них уже не остается жертвой за грех. Ну, прокомментируйте как-то там. Еще раз. Ну, насчет местописания, что люди, которые самопроизвольно грешат, ну, вам извините, я не помню точно где-то, евреям, да? То для них уже не остается жертвой за грех. Ну, те, которые познали истину, ну, как бы отпавшие там вот так вот. Я прошу прощения, давайте мы договоримся. Помнится мне, в прошлый раз я начал излагать тему только на четвертый или на пятый день. Из-за вопросов? Ну, я могу сказать не то, что из-за вопросов, из-за того, что общее, ну, общее состояние аудитории было таким, что если бы я начинал давать, ну, то, что я даю в первый день, в первый день то, что я давал в четвертый день, навряд ли бы, ну, что-то получилось с клеем. Понятно, нет? Ну, то есть люди не обладали общими понятиями, вообще никакими. Было тяжело. И поэтому нам пришлось, ну, там, три дня с лишним встроить общее основание и потом говорить. И я достаточно много задавал вопросов, мне давали ответы, и мы как бы разобирали очень различные темы. Сегодня я приехал с твердым намерением все-таки закончить эту тему. Есть у меня вот такое намерение. Учитывая то, что по не совсем зависящим от меня обстоятельствам, мы не начали вчера. И то есть у нас на один день меньше. Предупреждаю. Я могу отвечать на ваши вопросы. Но не факт, что мы закончим. И поэтому вас просили, прежде чем вы задаете вопрос, взвесьте, подумайте, а стоит ли его задавать. То есть для меня не проблема, прокомментирует послание к евреям, 10 главу, 26 стих. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвой за грех. Для меня не вопрос. Но скажите мне, каким образом это корреспондируется с тем, о чем мы говорили? Я тоже не сомневаюсь. Я прошу прощения. Я еще раз повторю. Жертва – это лишение. Жертва – это лишение. Чего-то. С другой стороны, мы говорим о том, что есть покаяние, жертва и приобретение нового начала. Понятна мысль, да? Я провожу параллель. В одной системе жертва – это лишение, в другой системе жертва – это приобретение. Здесь понятно? Каким образом к этому имеет, что не остается больше жертвы за грех? Жертва. А, слово жертва в общем. Да, общество жертва. Я понял, извините. Хорошо. Тогда можно я не буду сейчас комментировать? А мы отвечаем, дорогие, что он на себя. Не, отчего же? То есть, можно его не отключать, вопросов нет. Но комментировать все места писания, которые вам придут в голову, я не обещаю. Понятно, да? То есть, если у вас появится ряд мест писания, которые вы захотели бы узнать в моем комментарии, подходите в перерыве. Договорились? Ну, так нормально будет? Все. Все. Итак. Многие могут сказать, и сегодня, в общем-то, это звучало так косвенно, что мы живем в некое другое время. Что время ужасных кровавых жертв уже, что? Закончилось. Мы живем, мои хорошие, ну, во время Нового Завета. Где одна жертва единократным приношением искупила всех навсегда. Да, и аминь, мои хорошие. Но понятие жертвы никогда не устареет. Понятие жертвы, как пути приближения к Творцу, никогда не устареет. Понятие жертвы, как способа общения, никогда не устареет. Нужда, наша нужда в жертвах ему никогда не упразднится. При этом я не говорю о кровавых жертвах Синайского Завета. Понятно, да? Я говорю о смысле и принципе самой жертвы. Тот путь, который существовал, был утвержден самим Творцом. Этот путь не был придуман евреями. Это не был плод их больной фантазии или воображения. Как некоторые утверждают. И знаете, я достаточно часто говорю людям, все заповеди могут быть придуманы людьми. Но вот, допустим, в декологии Моисея, или в декологии Мошея, или в десяти словах, которые принес у нас в крижалях, или в десяти заповедях, которые были даны народу Израиля, существует одна, которая не могла быть придумана человеком. Какая? Что уникального в заповеди? Возлюби Бога. Что уникального в заповеди? Возлюби ближнего. Кстати, кто-то мне потом подскажет, где там в декологии заповедь возлюби ближнего. Ну, так, на всякий случай. Не вожелай. Человек не мог проверить неисполнение заповедей. А значит, не имеет смысла давать заповедь, которую не можешь проконтролировать. Итак, закон ценаевских жертв, он был дан Всевышним. Это не прихоть. Это не изобретение человека. Это путь, по которому человек мог приближаться. Это тот путь, который нужен был для человека. Понятно, да? И поэтому он был на тот момент времени правильным и единственным возможным. Но с течением времени тот путь был разрушен самим Творцом и перестал существовать. И поэтому до сегодняшнего дня его нету, и мы не можем приближаться на основании того пути. Но для нас открыт путь новый и какой? Живой. Новый и живой. В Ешуе Мессии. Итак, жертва идола направлена на что? Подводим краткое такое резюме. Жертва идола направлена на что? На приобретение благоволения в глазах божества. Для того, чтобы получить что-то в материальном мире не для себя. Эти жертвы, по большому счету, унижали человека, приводили его в состояние, когда он должен был заискивать перед божеством, пытаясь ему угодить. Поэтому правила были часто неизвестны, приходилось достигать их и вырабатывать экспериментальным путем. И божество выступало в роли некого мстителя в случае нарушения правил, или если ему попросту не угождали. Угождение – путь очень тяжелый и тернистый по своей сути. Знаете, когда человек пытается угодить, что-то делает для другого, он говорит, не угодил. А чем? А не угодил. А если я вот так сделал? Он сделал, посмотрел, что-то не вижу, не угодил опять. Как-то, ну вот, не с той ноги встал, не с той ноги пошел, не так поклонился, что-то выражение лица у тебя сегодня какое-то такое неправильное. Не угодил. Вот слово – не угодил. Угождение по своей сути – это унижение, когда отсутствует, шо? Правила. Там человек вырабатывал правила экспериментальным путем, пытаясь угодить. Потом нащупал какое-то правило, следующий шел по этому правилу, типа угождаю, а потом не угадал. С другой стороны, мы можем видеть любящего творца, определяющего путь, то есть дающего законы или правила, по которым человек может приближаться. Здесь неизвестных, собственно говоря, что нету. Он дает нам правила. или принципы, которые позволяют обрести человеку высочайшее благо, доступное на этой земле, общение со своим творцом. Он дает путь не унижения, а путь восстановления утраченных по вине человека взаимоотношений. Жертва – это то, в чем нуждаемся мы, а не он прежде всего. И жертва предназначена не для того, чтобы получить что-то в материальном мире, а она предназначена для нас, чтобы приобрести взаимоотношения. А это нечто нематериальное. Могу вам сказать еще одну вещь. Нечто сверхъестественное. Взаимоотношение с Богом – это нечто сверхъестественное. В этом есть нечто мистическое. Если вы выйдете на улицу и начнете приставать к людям, говоря им, а я имею взаимоотношения с Богом, день вы можете закончить не дома. То есть некоторые люди могут вызвать скорую, сказать, человек с ума сошел. Он говорит, что он общается с Богом. Ну, некоторые общаются с Наполеоном, еще с кем-то, а вы с Богом. Ну, вообще нормально? Вы нормальные люди, да? Нормальные вообще люди? С Богом общаются? Ну, поэтому, в общем-то, нас предупреждали, что мы ненормальные. В глазах этого мира, то есть мы ненормальные. Это сверхъестественные переживания, которые даются нам. Итак, дальше мы будем продолжать, беря во внимание все время это. жертвы направлены на нас. Она нужна нам и помогает нам восстановить взаимоотношения, а не приобрести что-то материальное для себя любимого. Жертва нужна нам и не помогает нам обрести что-то материальное. Потому что, ну, иногда, в некоторых местах нас учат о том, что жертвуйте, сейте, сейте и пожнете. Тут бы в 30 пожать. Ну, и же, если вы посеяли, ну, деньги, то семя, оно же приносит породу своему. Пожнете что? Деньги. И мне все время это напоминает сказку. Про брутина, который сеял на поле. И ему говорили тоже, сейчас вырасти, да на нем будут деньги. Он пожал, да, пожал. Пожал, пожал. Отсутствие денег. Он вытащил. Мне казалось, другие пытались это сделать. То есть, он пытался посеять, а пожать пытались совсем другие. И причем пожать семена. Те, которые уговаривали его посеять, урожай не собирались ждать. Они сразу семена собирали. То есть, когда вас будут уговаривать сеять, вспоминайте про сказку и поле. В стране. То есть, вас сразу, когда вас уговаривают посеять и пожать породу, того, что вы сеяли, сразу вспоминайте, где находится это поле. И кем вы будете. Ну, так просто. Наши жертвы не направлены на приобретение в материальном мире. Наши жертвы направлены на то, чтобы иметь, что? Общение. Все нормально. Тогда все нормально. Если мы жертвуем для того, чтобы получить что-то в материальном мире, то можно вспомнить еще наших друзей, далеких язычников. Понятно, да? Итак, открываем книгу под названием Книга Левит. И тут началось. Мы рассмотрели общее... Сколько у нас осталось? А, пару минут, да? Ну, тогда мы рассмотрели на сегодня, на этот момент. Окей, все равно, тогда не будем начинать. Мы рассмотрели, в общем-то, все, что связано с общими понятиями о жертве. И понятиями, которые вкладываются в жертву, приносимые Богу Израиле и во все остальные жертвы. В чем заключены принципиальные отличия двух жертвоприношений? Внешне они могут когда-то выглядели и одинаково. И там, и там приносились в жертву животные. Или там, и там приносились в жертву деньги. Люди не жертвовали даже деньги. Как это ни странно, даже в то время. Могли. имели такую возможность. Но жертва, она была направлена на абсолютно различные вещи. И в одном случае она доволяла будущность и надежду, в другом случае она могла просто унижать человека. В одном случае она была направлена на восстановление взаимоотношений, в другом случае она была направлена на то, чтобы приобрести что-то себе в будущем. то есть это принципиальные отличия, которые существуют и остаются таковыми до сегодняшнего дня. И как это ни странно, принося даже жертвы истинному Богу, они могут быть принесены не с правильными мотивами и, соответственно, могут быть непринятыми. Потому что для жертвы еще остается немаловажная деталь, чтобы она была что? Принята. Жертва всегда связана с чем? С риском. Для приносящего потерять и не получить то, для чего он ее принес. Понятно? Это как общий такой фундамент для того, что мы будем рассматривать в дальнейшем. Вообще в теме жертвы и искупительные жертвы. Мы будем рассматривать весь институт жертвоприношения, что это такое, с чем они отличаются, что такое жертва всесожжения, что такое мирная жертва, что такое жертвовозношение, что такое хлебная жертва, что жертва за грех. То есть мы все это будем достаточно подробно разбирать. Какие жертвы были добровольными, какие жертвы были обязательными, потому что часть жертв была добровольная, а часть жертв не была добровольным желанием человека, а приносилась человеком по обязанности. То есть он обязан был приносить эти жертвы. И мы будем рассматривать это. И принципы, заложенные в жертвоприношении всесожжениях, 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 принципы, не форма, а принцип. Я думаю, для нас остается достаточно важным до сегодняшнего дня, даже несмотря на то, что мы живем в Новом Завете. Поэтому у нас есть еще пару минут, когда вы можете задать вопросы. по теме. Желательно по теме. Хорошее дополнение. У матроса есть вопрос? А в чем вопрос? Вопрос. Я еще разговаривал, там как бы еще люди, которые знали истину, потом, сам определенный решат, несется жертвы за грех. Но есть же такие случаи, когда, например, верующие были, которые ждут в стопы, и ждут в стопы. Ну, а Господь это Бога, но и потом возвращают. То есть жертва начинает действовать? Когда начинает? Потому что вы не могли вернуться, если правильно. Мы с жертвами. Когда мы начнем разбирать жертвы, мы будем смотреть на это местописание. Когда мы будем разбирать жертвы, мы будем вспоминать это местописание. И мы будем разбирать очень важный принцип и будем вспоминать. Я сегодня косвенно вспоминал о том, что в исходе 34 глава 7 стих говорится о покаянии, да? О покаянии за различные виды преступления. Говорили мы? За различные виды греха. И когда мы будем смотреть, к примеру, о жертве за грех, то мы будем смотреть о том, что жертва за грех не предусматривала принесение жертвы за осознанный грех. Еще раз, только медленно. Еще раз, только медленно. В нашем христианском мировоззрении мы понимаем, согрешу, потом покаюсь. еще раз, согрешу, потом что? Покаясь. Бедные евреи понимали, что есть некоторая проблема с осознанным грехом. Если узнаю о том, что согрешил, должен покаяться. Разница? Если узнаю о том, что согрешил, то должен покаяться. И больше, когда ты каешься, кстати, заодно принимаешь решение больше так не поступать. Ну, так, на всякий случай, чтобы неприятностей не было. Если не узнал о том, что согрешил, есть Йом-Кипур. Покаяться за грех, о котором не узнал, есть шанс только на Йом-Кипур. Но с Йом-Кипуром есть некоторая сложность. Покаяться можно, жертву принести можно, только не всегда она принимается. Опять, покаяние, покаяние в неосознанном грехе по большому счету покаяться нельзя. Нельзя исповедовать то, чего ты не знаешь. Еще раз. Еще раз. А это где вы читали про осознанный грех в системе жертв Синайского завета? А я про Синайский. Еще раз. Я пока про Синайский. Я пока по общий принцип. Общий принцип существовавший в Синайском завете. И как продолжение этого общего принципа для верующих из язычников или тогда уже для евреев послание к евреям было. Это не из других новозаветных посланий. Послание было адресовано к евреям. Говорится, если мы получив познание истинно произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грех. Это в общем-то повторение Синайского принципа. Получается, если я знаю, что если ты заповедник этого не ты это делаешь, ты не можешь покаяться? Можешь покаяться, только ты забыл маленькую вещь. Покаяние зависит не от тебя, а от Бога. И когда ты рассчитываешь, что ты можешь покаяться, можно промахнуться. Можно не покаяться. Понятно, да? Еще раз. Смысл. Смысл. Мы допускаем мысль о возможном покаянии за осознанный грех. Описание нам говорит, ребята, от кого зависит покаяние? А если вы осознанно грешите, то можно и не покаяться. Если Бог вам не даст покаяния, что вы будете делать? А если дает? То он дает вам, чтобы вы могли именно грешить. Или что? Еще раз. Послушайте еще раз внимательно, о чем вы говорите. А если? А если нет? А если нет? Ужас того, что если нет? Еще раз внимательно, очень внимательно. А если нет? Когда человек осознанно грешит, он не понимает, что покаяние не зависит от него. Для сенайских верующих тогда получается, что они боялись Бога и любили Бога больше, чем новозаветные верующие. тогда они осознавали и переживали Бога больше, чем мы, за которых принесена совершенная жертва. Мы ценим, оказывается, совершенную жертву меньше, чем ветхозаветные верующие. Ну, просто нонсенс. Потому что та жертва, она превосходней, о которой мы говорим, всех ветхозаветных жертв. В этой жертве включены все ветхозаветные жертвы. И она искупает то, что не искупали ветхозаветные жертвы. Были грехи в ветхом завете, за которые не предусматривалось покаяние и искупление, а предусматривалось только наказание смертью. то эта жертва искупает все грехи без исключения. Это уникальность той жертвы, которую мы имеем. Но ценим мы ее при этом меньше. Ну, и поэтому посланник евреев говорит, ребята, вы чего? Если вы произвольно грешите, то можно такое случиться, что не останется для вас жертвы. Вот той жертвы, которая для всех, которая искупает всех, вот для вас не останется, если вы так поступаете. Потому что мы опять будем говорить о разных словах, что такое грех. Мы уже говорили, это осознанный поступок, это неосознанный поступок, это открытый бунт против Бога. Что это такое? И покаяние это милость Божия, обращенная к человеку. Прерогатива покаяния принадлежит Богу, а не человеку. И зависит от Бога, а не от человека. И надо помнить, что в Новом Завете для нас сказано, что если отец не привлечет, то будут некоторые сложности в жизни человека. А если вы познав истину произвольно грешите, то ребята, могут быть сложности. Такие сложности, что вот та жертва, которая для всех, для вас перестанет существовать. Поэтому не надо. Хотя мы думаем, что иногда надо. Так вот не надо. Понятно, да? Немножко разобрали в ключе, чего говорит этот стих? Окей. вопрос. Когда Ишуа умирал, он сказал, прости им, отец, ибо не ведают, что творят. Можно ли это рассматривать, что Ишуа приносил себя в жертву только за грехи неведения? Он же сказал, не ведают, что творят, а как с остальными грехами? Я верю в то, что его жертва совершенна. вот я так и ответил. Как вы верите? Еще раз, они совершали осознанный поступок? Еще раз, они совершали осознанный поступок? Но они на самом деле не понимали то, что реально происходит. Да, но это поступок был осознанный? Можно ли назвать его грехом неведения? Я ответил? А пожалуйста. Еще вопрос. Значит, сегодня прозвучала фраза такая, что в принципе наши жертвы имеют целью приобретения нечто в духовном мире, но не в материальном. Значит, в контексте разговора о богатстве материальном однажды ученики Ишо, это в частности Луки 18 глава, значит, когда Ишо говорил о том, что нелегко выйти богатому в царство Божие. Значит, такой вот момент, когда ученики это услышали, значит, в частности вот фразу, ну, он сказал, то есть Ишо, невозможное человеком, возможно Богу. Там идет речь о спасении. Петр же сказал, вот, мы оставили все и последовали за тобою. Это ведь была жертва с их стороны определенная. Значит, он сказал им, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или родители, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божьего и не получил бы гораздо более в сие время и в век грядущей жизни вечной. То есть, он им обещает, что то, что они... Он им обещает ниже следующее. Он сказал им, оставили дом, или родители, или братьев, или жену, или сестер, или детей для Царства Божьего и не получили бы гораздо более в сие время и в век будущий. Получили бы гораздо более, здесь говорится, для начала кого? родителей, да? Дом, родителей, братьев, сестер и жену и детей. Ну, если следует простой логике, то, в общем-то, да? Хорошо. не вопрос, да? Тогда уже вопрос, а что же имелось в виду? Духовных жен тоже не надо. Я прошу прощения. Саша, скажите, пожалуйста, вы женаты? Нет? Тогда еще можете себе позволить такие вопросы. Вот я себе уже не могу. мне жена не позволит иметь ни духовных, ни каких-либо других. И астральных тоже не позволит. Жена наведет быстро в этом деле порядок. Все, что касается жен и детей, она быстро наведет. Значит, смотрите, достаточно простая вещь. сегодня, как это ни странно, я оставил свой дом. Я уехал. Я уехал до своего издума. Окей, да. А я приобрел сегодня дом. Да, я сегодня не имею дома. И вы знаете, я честно скажу, этот дом, в котором я живу сегодня, он лучше, чем тот дом, в котором я живу в Киеве. я приобрел? Окей. Я уезжаю по разным городам. И вы не поверите, даже по разным странам. И вы знаете, я имею дом. Это очень выгодно. Потому что, если бы я не имел братьев и сестер, которых я имею больше, ну, потому что, хотя бы я в семье был один, у меня не было братьев и сестер, то сегодня у меня их больше. Причем намного больше. Потому что никого не было. Я был один. У меня было только две двоюродных сестры. А теперь я имею множество братьев и множество сестер. Причем в разных городах, в разных странах. И могу абсолютно спокойно приезжать туда и иметь намного больше, чем я имею и чем я оставил. мы можем так понимать это? Так проще. Причем намного проще. И намного ближе к реальности, чем ожидать от Бога, если я отставлю сейчас киевскую квартиру, то я получу намного больше домов. себе по всему миру. Опять, вопрос больше себе, вопрос куда направлен? Язычника. не оставил бизнес, у него появился новый, ловить людей, в чем этот бизнес был намного лучше. я вас завтра значит я рекомендую вам сделать некоторые вещи. прочитать, чего он заработал? А завтра ответить мне на вопрос, вы хотите того же? Так вот придете скажите с утра, вот я хочу того, что имел Петр. И закончить хочу точно так же. Навряд ли правда вы? Вы в курсе по преданию как закончил Петр? Да. Вам там расскажут еще, что ему сделали. Ну на самом деле понятно, что он закончил не преуспевающим бизнесменом. Оставив свой бизнес, он закончил не преуспевающим бизнесменом. Это понятно? И как это ни странно, в общем-то некоторые сложности в жизни были практически у всех апостолов. в материальной я имею ввиду. А по идее должны были процветать. То есть получается, что оставляют все, но получают только то, что у Бог говорит. А вот в самом вопросе, по-моему, содержится ответ. Может ли человек получить что-то то, чего Бог ему не дал? Не дал. Не дал. Бог обещал достаточно немного. Бог обещал все потребное для жизни и благочестия. Заодно определил способ, при котором мы можем это все получить. Способ очень простой. Через познание его мы будем иметь все потребное для жизни и благочестия. Чего потребно для жизни и благочестия? очень немного. Кровь над головой не всегда обязательна. Кстати, о птичках. Понятно, да? То есть, некоторые вещи, о которых мы говорим, на самом деле не являются таковыми, потому что Бог удовлетворяет только естественные потребности человека. Естественные потребности человека удовлетворяются достаточно быстро и легко. Что, мы уже закончили, что вы начали разговаривать? нет? Не, вообще не закончили. Даля дала. А фактически? Тогда немного потерпите меня. Помолчите еще чуть-чуть. Я же пытаюсь что-то ответить. На ваши же вопросы, не на свои. Итак, потребности естественные удовлетворяются быстро и легко, неестественные не удовлетворяются никогда. поскольку неестественные потребности не удовлетворяются никогда, будет ли Бог удовлетворять неестественные потребности? Нет, все, все достаточно просто. Потребность в деньгах является естественной? Да. Не совсем. Ну, классно, ты не уйдет, ты помнишь. Извините, вы сможете покушать деньги? Нет, деньги. Нет, я спрашиваю, тихо, тихо, скажите мне, пожалуйста, пища является естественной потребностью? Да. Вы много можете съесть? Сколько времени? Аккуратно. Я спрашиваю, а много сможете? А много сможете? Много понимаете? Это как в том анекдоте, знаете, когда едет вуйка со студентом в одном купе, и он достает краюху хлеба, так отрезает, шмат сала ложит на стол, цибулину, и бедный студент смотрит такими глазами, ну, слюни у него уже, ну, просто такое слюни на выделение обильное. Вот так, что, сын, есть ты хочешь? Говорит, ну, добрый, добрый. И дает ему трехлитровую баночку воды, трехлитровую банку, говорит, пойди, набери воды. Он тут пошел, набрал воды, приносит, говорит, седай, пей. Тут берет и пьет, выпивает трехлитровую банку воды, тут на него так смотрит, говорит, ну, седай, ешь. О, сынку, так ты пыти хоти, вы не есты. Сколько можете? Емкость ограничена. Три литра, вот вы, если воды выпейте, я хочу посмотреть, как вы поедите. Понятно, да? Теперь вопрос, а если я вам дам десять гривен, возьмете? А двадцать? А тридцать? А, ну, то есть, вопрос в том, что вы не ограничены, можете брать. Можете, ну, то вы можете есть, а можете не есть. Когда начнете есть, емкость ограничена. А вот здесь, вот сколько можете брать? Бесконечно. О, бесконечно. Потребность неестественная. Не удовлетворяется никогда. Понятно? То есть, когда есть, быстро есть, три литра воды, и все, и больше, оказывается, пить хотели. А вот с деньгами как-то остановиться тяжело получается. Я, понятно, объяснил, да? Точно так же, потребность в тепле. Да? В тепле. Очень просто. Вам, к примеру, сейчас будет холодно. Что вы захотите? Согреться, да? Давайте заведем вас в баню. Что вы скажете? Пожарно. Жарко. Угу. Вы ведем на улицу. Что скажете? Голову морочите. Я понял. Определиться не можете. Жарко вам или холодно? Оказывается, диапазон, где вы будете чувствовать себя комфортно, он очень, ну, в предбаннике, правильно? Да. Очень маленький, да? И все остальное, что выходит за пределы, при всем при этом достигается этот диапазончик очень легко и непринужденно. Понятно, да? И так во всем. Все, что касается естественных потребностей человека, достигается быстро и легко. Неестественные никогда. Ну, и поскольку неестественные никогда, то Всевышний не будет удовлетворять неестественных потребностей человека. Все понятно? Да. И рассчитывать на то, что он пообещал, что он удовлетворит, то, что удовлетворить нельзя, не приходится. Потому что человек в этом случае может всегда сказать, маловато будет. да уж. Можно так подумать. Подумать можно как хотите. Вопрос, насколько это соответствует Писанию. Вообще, я не знаю. Я таких обещаний от Бога не видел. Еще вопросы? Да, если человек больше получает, то я могу. Ну, вот мы в начале как бы занятия пришли к выводу, что всякий грех прощается. Да, а вот в Матвея 2, 12, 31 говорится, «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа Святого не простится человеком». Итак, мы рассматривали какой период времени? Синайский. А вы какой рассматриваете? Новозаветний. То, когда говорилось, возможно ли была хула на Духа Святого в тот промежуток времени, о котором мы говорим? Нет. Я ответил на ваш вопрос? Да. Для всех остальных все понятно, о чем шла речь? Понятие хула на Духа Святого появляется для нас в Новом Завете. В Новом Завете. Опять, с точки зрения Синайского Завета, ну, попробовали бы похулить Бога. Похулили бы, а потом попробовали бы покаяться. А казахов убивали? Да, там много не разговаривали, выводили застан и били камнями. Но, когда я говорил, я приводил одно местописание, это у нас был исход 34, глава 7 стих, когда я проводил разницу и говорил, что путь покаяния, в общем-то, может быть открыт для человека, может быть открыт для человека, и Бог примет покаяние этого человека, невзирая на то, что человек сделал. Я это говорил. Мы говорили об осознанном грехе, о бунте, и мы говорили о случайном грехе. Я говорил, что такая возможность принципиально существует, но при всем при этом нужно помнить, от кого зависит покаяние. От Господа. Все стало на местах? Да, а еще такой момент, ну как бы к бритхадаша хочу, можно? Тут говорится все простится, да? И там, ну дальше есть продолжение. Если кто скажет слово на сына человеческого, простится ему, если же кто скажет на Духа Святого, не простится. Почему? Скажите, пожалуйста, Дух Святой пришел на эту землю для чего? Спасибо большое. Обличить грехе. Если он отойдет, кто обличит? А если никто не обличит, как покажешься? Все, опять встал, наверное, встал. Еще вопросы? Саша, я не могу.